Букеты цветов, поздравления от коллег, тёплые слова благодарности от пациентов. Евгения Преображенская встретила свой день рождения на рабочем месте в Ульяновской областной клинической больнице. В профессии врач-невролог почти 23 года. Первыми любовь к медицине маленькой Жени заметили родители. Уже с пелёнок их дочка предпочитала погремушкам, баночки с витаминками. В школе все сверстники знали, к кому обратиться с порезом или ушибом. И уже после выпуска из университета Евгения Сергеевна окончательно определилась с направлением работы и со своим жизненным кредо. Человек приходит к нам не только пообщаться, рассказать о своих каких-то проблемах, но, как мне сказала одна древняя бабулечка на приёме, «Доченька, я же к тебе пришла не только лечиться, я пришла, чтобы ты со мной своей энергией поделилась». То есть общение врача и пациента – это всегда обмен энергией. И вот это было, наверное, самое сложное. То есть приспособиться каким-то образом к этому, определиться, как ты будешь себя вести и находить общий язык со всеми пациентами. Евгения Преображенская добавила, настоящий врач должен быть эмпатом. Чувствовать настроение пациентов, их душевное и физическое состояние она научилась за долгие годы практики. Теперь на каждом обходе в стационаре специалиста ждут с улыбкой. «В любой момент можно подойти, тут всё как есть. Ну, то есть тоже всё такое, ну, врач прекрасный. И человек, и специалист, и доктор, всё очень на высшем уровне всё». После осмотра – официальная часть дня. Ещё один сюрприз – награждение от регионального профильного министерства за профессионализм и преданность своему призванию. Глава региона Алексей Русских присвоил Евгения Преображенской почётное звание заслуженного работника здравоохранения Ульяновской области. За свои награды вышли и коллеги. Десятки специалистов, терапевты, главные врачи, медсёстры. Словом, все, кто 24 на 7 охраняет здоровье ульяновцев. Помогают им не только в минуты торжества. По нацпроекту здравоохранения обновляется оборудование в здравницах, ремонтируются поликлиники. Кроме того, в области действует программа «Земский доктор». Она помогает молодым медикам освоиться в сельской местности. Как же продолжается строительство действия в инфекционном корпусе на стоповую областную медицинскую поликлинику? Убедение на областях, когда тоже начинается в этом году? Поддержка поступает и из федерального бюджета. Все труды направлены на исполнение главной задачи – сохранение жизни людей, снижение процента смертности. В этом году работу продолжат. Губернатор поручил прежде всего контролировать цены на лекарства, а не допустить стремительного роста цен. Кроме того, область продолжит выполнять задачи национальных и региональных проектов. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.